Здравствуйте, дорогие зрители! Канала Постоянная Новая. У меня для вас гадание. Гадание для Скорпиона на март 2024 года. Но март уже начался, и так получилось, что я делаю этот расклад ровно, строго, 8 марта. И поэтому я всех девочек, женщин, зрительниц канала, не могу не поздравить. Поздравляю вас, дорогие мои! Страшно всех люблю, страшно, хочу всем помочь, всем сочувствую и всеми горжусь. Знаете, женщина, это звучит гордо. Быть женщиной особенно трудно было в старые времена, когда женщины не могли учиться, работать, не могли собственных денег иметь. Но вы знаете, нам повезло чуть больше, у нас больше выбор, больше свобода, лучше условия, меньше нас притесняют. Ну, так уж получилось, судьба распорядилась, да, что вот мы в это время живем такое благодатное. Надеюсь, что дальше человечество будет развиваться, жизнь женщин будет улучшаться со временем. но, и теперь, в общем, достаточно неплохо. Можем мы выбирать и работу, и хобби, и место жительства, и семейное положение. В общем, поздравляю, желаю свободы, желаю любви, желаю денег побольше. И у нас март для скорпиона, да, вот такие вот карты. Тату, 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 тару. Чуткие, яркие, очень откровенные карты, которые, знаете, сказали, как отрезали. Итак, работа сначала, это то, что интересно нам всем. Насколько удастся хорошо поработать. Работа, которая есть. Сразу троечка. Пентакли. Карта называется работа. То есть, как будто бы заверяется и гарантирует вас, что с работой будет все хорошо. Работа, которая есть. Работа новая, если ищете. И трудности на работе. От чего карты предостерегают. Ну, в общем, достаточно понятно. Крупных особо карт нет. В работе ни карма, ни судьба в этом месяце. Как бы ни хотелось, может быть, как бы ни казалось. И отличные новости, если у вас уже есть работа. Все очень хорошо сложится. Плодотворно поработаете, заработаете. В бизнесе все будет спокойно, предсказуемо. Это троечка Пентакли. Очень предсказуемая карта. Но она любит еще и предсказуемых людей, и такое же предсказуемое поведение. Тройка Пентакли советует вам спокойно, терпеливо работать, даже если что-то вас не устраивает на вашем месте. Спокойно, терпеливо работать, проявлять виситчивость, мастерство, не оглядываясь и на других, не обращая внимания на происки коллектива, например. В общем, знаете, Тройка Пентакли – это человек, который делает свое дело самозабвенно и не поднимая головы, не замечая, что происходит вокруг. В общем, если поработаете хорошо, будет вам счастье, будут вам деньги, будет вам почет, уважение и так далее. Очень спокойное время в плане работы. Если вы ищете новую работу, то здесь новости похожи. Тройка мечей, старые печали. Здесь есть какое-то хождение по кругу, то есть, если до этого не находилась работа, и вы ходили по бесконечному этому порочному кругу, собеседований каких-то, то, скорее всего, эта история продолжится. Карта настроенческая, некрупная. Она не говорит, что у вас прям вот великие проблемы с поисками работы. Нет, все решится, все найдется, но ваш собственный дурной настрой, ваш собственный негативный опыт, ваше собственное какое-то нежелание и неверие очень мешают найти сейчас хорошее место. Тройка мечей ничего не запрещает и ничего не отменяет. Мы здесь только видим, как вы с грустным, не жизнеутверждающим лицом открываете сайты, на которых предлагают работу или посещаете действительно какие-то собеседования, какие-то интервью, в общем следите за настроением. Работа может быть и найдете, если вы ну вот чуть-чуть пооптимистичнее, чуть повеселее к этому процессу подойдете, потому что вы знаете, что поиски работы это тоже работа сама по себе. Иногда столько же времени занимает каждое днём. Трудности в работе. Тоже настроенческая восьмерка кубков. Трудности в работе будут, например, с восьмеркой кубков мы разворачиваемся и опять же не верим, уходим, например, не поверили в будущее собственного бизнеса, ушли, решили, что лучше бросить. Вот какая-то преждевременная разочарованность, какой-то неоправданный преждевременный уход, бросание работы. Скорпионы люди очень стабильны, очень постоянные, каких-то внезапных резких движений вы, конечно же, не делаете. Но все-таки, все-таки вот это может быть межсезонная какая-то хандра может вас увезти от целей. Следите за тем, чтобы двигаться поступательно, последовательно в каком-то одном таком направлении. То есть из рисков, из неприятностей это то, что можно вот что-то бросить, но потом наверное пожалеть. Но опять же повторюсь, в теме работы видите, нет каких-то фатальных карт, вот тех самых козырей, старших арканов, их нету. То есть снизить градус ожидания, например, от работы можно. Ну работа и работа есть хорошо, нет, значит ладно, тоже найдется когда-нибудь. Может быть сейчас мы позже увидим, куда на что вам лучше переключиться. Деньги. Для большинства зрителей и зрительниц работы связаны с деньгами. И следующая тема по этому заданию это действительно деньги, деньги, которые есть, про которые вы уже знаете, которые имеете, да? Деньги новые, если вы ждете, тоже возможно, да? И трудности, проблемы с деньгами, просто конфликты, ссоры. Итак, деньги, которые есть. Вот представьте, любой вопрос связанный с уже известными вашими финансами, зарплаты, премии, прибыли от бизнеса, возврат долгов или получение каких-то рентных платежей. Вот все-все-все деньги, марта, которых вы ждете, что получите или должны потратить, вот везде есть какое-то ожидание, есть некоторый застой, недеструктивный, какой-то мудрый такой, знаете, жрица. Жрица – это женщина, которая вот хотела сумку купить по цене двухмесячных зарплат, но призадумалась, например, да? То есть это совет. Жрица – это всегда совет. То есть найти ему денег надо думать, 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 а также учиться и что-то узнавать, вот какие-то знания черпать из разных источников, куда вам лучше вложить деньги, как лучше ими распорядиться, как их лучше сохранить, где их, в конце концов, заработать или взять лишний. В общем, никакой вот чрезмерной активности на тему денег не будет и не должно быть. Если конкретный вопрос про деньги, например, получите ли оплату за определенную услугу или за проданное что-то, то карта скорее говорит нет или не теперь. Она очень промедленное время. То есть все откладывается, затягивается. Это, знаете, жрица. Крупные масштабные обещания начальника повысить вам зарплату. И никак это не происходит. начальство не отказывается, но денег во-прежнем не видно. А тут уж и вы призадумались, а надо ли вам это. То есть в позиции деньги скорпионом выпадает очень такая неденежная карта. То есть это скорее раздумья, рассуждение его финансов. А и карта еще очень бескорыстная. То есть здесь есть и тоже совет потратить деньги не на себя. Если не знаете, куда девать излишки, пожалуйста, сдайте все в какой-нибудь благотворительный фонд, в какую-нибудь организацию. Там обязательно им найдут хорошее какое-то применение. Новые деньги, неожиданно, это то, что мы все время ждем, на что мы рассчитываем, тоже очень даже возможно. То есть крупный денежный такой вот поток открывается император. Мы здесь не переворачиваем карты, но прямой император это хороший прогноз на деньги. Немножко такой ответственный и скучноватый, но тем не менее. Новые деньги, то есть новый источник дохода, прибыли от нового какого-то бизнеса. Карты говорят да, получится, то есть при этом масса каких-то сносок, идет масса оговорок, потому что император это деньги, полученные с очень-очень большими энергетическими затратами. Так например, действительно, если вы открываете новый бизнес-проект или подработку например, взяли какую-то и вот новый денежный поток от этой подработки, от этого совмещения, совместительства хотите, то больше придется затратить времени, энергии, нервов, сил, все обернется больше ответственностью, больше несвободой, что ли. И в итоге да, действительно, на выходе получается, а на сколько вам нужны эти деньги. То есть такой вот хороший прогноз, но призывает следовать правилам и исключить на время какие-то развлечения для себя. Трудности с деньгами только в виде конфликта открытого, явного конфликта, противостояния, ссоры в виде какого-то спора о деньгах и скорее всего это назрело и это нужно и это должно быть. Конфликт может быть любого уровня, как ссора с начальником, потому что зарплату не повышают, так и выяснение отношений с контрагентами, в том числе и в суде и в каких-то таких вот инстанциях. Что-то назрело, знаете, и это противоречие денежное нужно вскрыть. Проблема, конфликт? Ну, конечно, конечно. Далее любовь. Очень уместный вопрос, очень уместная тема в начале весны, когда все полны, наверное, все полны романтических настроений. Зададим картам вопрос про любовь. И здесь та же самая схема будет у нас. Любовь, которая есть, то есть отношения уже с известным вам человеком. Любовь, новое-новое знакомство, тоже хорошо, да, и трудности, проблемы в любви. На все три позиции карты отвечают, да, и что трудности будут тоже, да. Девятка кубка, собственно, самая уместная карта гадания на любовь, она так и называется. Отношения с уже известным человеком, это ваш муж, жених, жена, невеста. Отношения прекрасные, торжество какое-то чувственное очень, совместное время, проведенное вам в хорошем месте, например. Девятка кубков это карта свиданий, не просто свиданий, а знаете, таких романтических, вот не то, что вы случайно там столкнулись где-то, встретили, а с девяткой кубков вас, ваш партнер приглашает хорошее место, дарит цветы. Карта очень такая чувственная и она описывает спокойную любовь, где все друг другу доверяют. В общем, никаких подводных камней, никаких страхов и разочарований, что советует девятка кубков. Ну, естественно, принимать свою романтическую жизнь такую, как она есть. И даже если вы недовольны сейчас своим избранникам, даже если вы сильно, как всегда, особенно девочки, хотите прямо вот все-все-все поправить и переделать, не надо. Девятка кубков любит людей, которые радуются тому, что есть, радуются тому жениху, который есть, который позвал на свидание, радуются вот тому ресторану, в котором оказались, они ищут другого. В общем, будете принимать жизнь, и будет вам любовь и спокойствие, и такие довольно приземленные радости. Новое знакомство. Да, да, да. Паш. Новый человек. Паш Мечей. Паш Мечей. Попробую описать. Свообразный персонаж или своеобразные отношения, потому что это воздушный герой, умный, острый на язык и не всегда благополучный, ну вот именно как партнер для отношений. Это может быть человек критикующий, это может быть человек манипулирующий или нарочно создающий какие-то напряженные ситуации, например. Но все равно с ним очень-очень интересно. И самое главное, что это новый человек, потому что это Паш, Пажи, это как раз та самая человеческая энергия до этого момента невиданная, не чувствованная вами, Паш Мечей. Обращайте внимание на младых людей воздушных знаков. Это близнецы, весы и водолеи. Пытаюсь ответить сразу вам на вопрос, кто из них вам подходит. Ну такое, знаете, весы однозначно подходят скорпионам, а вот два других воздушных знака. Там надо уже смотреть более детально на тальную карту. Там возможно варианты весы, да, но другие плюс-минус. Трудности в любви могут происходить и будут происходить только из-за чего-то эгоизма. Но чужим эгоизмом мы никак не управляем, а вот своим да. Поэтому такие-то ваши, вот такие действительно решительные, но не то чтобы плохие, но поступки или ваши выводы, ваше мнение, ваше слава, в которых вы не учитываете выбор, волю другого человека. Вот они могут быть довольно разрушительны. Вообще маг это самый самоуверенный, самый такой влияющий что ли, самый обращенный на себя персонаж в колоде Тару. Вот карты говорят, не будьте такими. а и еще карта маг именно в этом раскладе, в этой позиции предостерегает от излишней инициативы. Наверняка есть такие у вас вопросы в любовной истории старой или новой. Должны ли вы, например, сами писать или звонить? В конце концов мы видим свидание. Надо ли, чтобы вы сами звали другого человека на свидание? Вот это вопрос очень-очень спорный. Маг видите, как препятствие, то есть инициатива наказуема, излишняя активность может в обратную сторону сработать. Потому что вот мы видели здесь девятку кубков прогноза на любовь. Карта исключительно хорошая, но она очень пассивная. Она не предполагает никакого делания, никаких действий. Просто радость от того, что есть. Ну да, не пытайтесь менять мир, не пытайтесь, наверное, менять себя или партнера, тем более это невозможно. И не пытайтесь слишком скоро менять любовную историю, которая идет между вами. На совет для вас на март, на этот чудесный месяц. Март по-настоящему всегда волшебный, потому что он очень меняет природу и очень меняет энергию вокруг, очень меняет нас и нашу жизнь, правда? Потому что март начинается практически зимой со снегом, грубом, а заканчивается чуть ли не пляжными развлечениями и полосоножками, летней одеждой в некоторых местах. Это так, я сама в таком месте живу. Приветствуем март. Так, шестерка, шестерка мечей, как совет достается, и совет шестерки мечей только один. Карта эта фатальная и роковая. Покоряться в судьбе. то есть ваши дороги, дороги этого времени очень открытые и возможностей много вам март несет, но только при том, что вы не противостоите им. Позвольте другим людям выбирать что-то за вас, уж тем более доверьтесь вселенной, позвольте случаю выбирать что-то за вас. Шестерка мечей говорит, что определенные перемены придут в вашу жизнь, и вот кто за ними пойдет, тот найдет свое место, своих людей и свое счастье. А кто будет сопротивляться, упираться этим переменам, тот себе жизнь, конечно же, сильно затруднит. Но шестерка мечей в целом карта, это выход из ситуации. Если какой-то вопрос сейчас в жизни у вас буквально называется, вы так его называете, ситуация, или говорите проблема, то будьте уверены, эта проблема решится, и почти без вашего участия. Спасибо.